Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. Всю неделю вы присылаете их мне, я все внимательно читаю и лучшие истории рассказываю в эфире. Но сначала история, которая произошла со мной. Вернее, с моим внуком Тимой. История первая! Как-то мы с Тимой зашли в магазин. И пока набирали продукты, внук устал и уже очень захотел домой. А на кассе, как назло, собралась большая очередь. Дет, ну пойдем уже, начал конючить Тима. Ну подожди, Тим, сейчас денежку заплатим, потом от кассира сдачу получим и пойдем. Сдачи получим? Испугался Тима. За что? Чем мы его обидели? Ну а теперь давайте послушаем истории, которые нам прислали вы, наши слушатели. Кстати, напомню, как можно стать героем нашей программы. Допустим, вы или ваш сосед, а может быть ваш хомячок Борька, попали в смешную ситуацию. Увидели? После этого заходите на сайт дети.фм и пишите все как было. Или пришлите сообщение к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Только обязательно сообщение начните со слова «Удивили». Ведь наша программа так и называется. Вот ведь удивили! Думаю, вам уже не терпится услышать, что я отобрал для сегодняшнего выпуска. Начнем с истории, которую прислала девочка Маша и ее мама Ира из Хабаровска. История вторая. Лучшее лекарство. У Маши появилась небольшая аллергия. И мама решила показать ее приятельнице, детскому врачу-педиатру. Как и многие дети, Маша немного побаивалась врачей. Но мама ее убедила, что ничего страшного не произойдет. Врач просто посмотрит на нее и все. По дороге к доктору мама с Машей зашли в магазин и купили коробку конфет. Маша спросила. А конфеты зачем? Ну, я хочу их дать врачу. Она же тебе лечить будет, ответила мама. Услышав это, Маша радостно воскликнула. Ах, лечить конфетами. Тогда пойдем быстрее. История третья. Под названием «Лучшее имя для брата». Диме пять лет. Он очень любит рассказывать всем вокруг, что происходит у него дома. И вот однажды Дима пришел, как обычно, в садик и прямо с порога, не раздеваясь, заявил. У меня братик будет. Несколько месяцев Дима только об этом и говорил. Рассказывал, как дома готовятся к появлению малыша. Какую кроватку купили. Какую коляску. И вот настал день, когда Дима пришел в садик и сказал. Все. Родился. Домой приехал. Ребята обступили Диму и наперебой стали задавать разные вопросы. Воспитательница тоже подошла и спросила. Дима, а как назвали-то братика? Дима вздохнул и сказал. «Да, разве с этими родителями нормально назовешь? Я хотел назвать его Буратино, а они назвали Сережа». За эту историю я говорю спасибо мальчику Диме и его папе Николаю из Выборга. А за следующую хочу поблагодарить слушателей из Санкт-Петербурга. Мальчика Сему и его маму Арину. История четвертая. Под названием «Неудобная сестренка». Семену шесть лет. В этом возрасте многие дети очень хотят братика или сестренку. Вот и Семен стал ходить хвостиком за мамой и просить. «Мам, ну давай тоже заведем сестренку. Я буду с ней играть, гулять, учить ее разному. Помогать тебе ее воспитывать». Мама погладила Семена по голове и ответила. «Хорошо, сынок, мы подумаем с папой». Через некоторое время Семен заметил, что у мамы растет живот. Он долго молчал. Но, наконец, решился, подошел к маме и спросил. «Мам, а почему у тебя такой большой живот?» Мама улыбнулась и ответила. «Ну, у меня там твоя сестренка. Ты ж сам просил». Семен с сочувствием посмотрел на мамин живот, погладил его и говорит. «Сестренка, это, конечно, хорошо. Но как ты, мама, теперь есть-то будешь? Она ведь все место заняла». Как вы знаете, героями нашей программы становятся не только наши слушатели, но и известные люди. У нас даже есть рубрика такая. «История пятая. Звезды удивляют». Сегодня мы с вами позвоним известной актрисе Нонне Гришаевой. Я ее знаю, с ней всегда что-нибудь случается. Так было, и когда она была маленькой. Впрочем, что я вам рассказывал? Давайте позвоним и послушаем ее саму. Нонна, привет! Здравствуй, Леша. У тебя, я знаю, есть история, как ты неожиданно впервые попала в кино. Рассказывай. Мы с мамой были в поликлинике, которая находилась именно в полирояле, там, где они снимали. Мы вышли с мамой из поликлиники, я услышала музыку, подхватила. Я помню эту юбочку. Она была плессированная, красная юбочка. Я ее подхватила и пустилась в пляс. Тут же к маме подбежала по мрежу, сказала, можно вашу девочку в кадр, в кадр, три рубля, три рубля. Это был фильм «Фотография на память», где играл главную роль Дима Харатьян, которому было тогда 17 лет. Вот, и я потанцевала в кадре, нам заплатили три рубля. Мы тут же вышли из полирояля и зашли в ближайший магазин игрушки и купили мне куклу. Она была очень такая утонченная. Такой был пред-пред-прототип Барби. Вот еще не Барби, но уже вот такая вот утонченная. У нее длинные волосы были, одела какие-то невероятные ей прически, шила наряды. Это была известная актриса Нонна Гришаева и ее история «Как стать звездой». Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующий сюжет прислали из Петрозаводска. Мальчик Ваня и его мама Мария. История шестая. Близнецы. Мама с маленьким Ваней очень любят гулять в парке. И вот как-то раз идут они по дорожке. Весна, листочки распускаются, птички поют на разные голоса. Красота! И видят, как им навстречу идет женщина, а около нее бегают два абсолютно одинаковых мальчика. Одеты одинаково, рост одинаковый, лица одинаковые. Ваня смотрел-смотрел на них, а потом и говорит. Мам, а че это они такие одинаковые? Ну, это потому, Ванечка, отвечает мама, что они появились на свет у одной мамы в одно время. Они называются близнецы. Они вместе растут, вместе играют. Им, кстати, вдвоем весело. Ваня посмотрел на маму и серьезно говорит. Я тоже хочу, чтобы было весело. Ну, и где он мой такой близнец? Есть у детей одна интересная способность. Они очень быстро пачкаются. И где они только эту грязь находят? Вот и мама четырехлетней Даши. Только утром надела на дочку новенькие лосины, а к обеду они уже были испачканы. На них и каша была, и варенье. И ведь даже из дома не выходило. Мама, строго глядя на Дашу, качая головой, сказала. «Даша, ну как же так можно? Ну где ты умудрилась так испачкаться? Ты ими ела, что ли?» Даша посмотрела на маму и сказала. «Нет, мама, я ими не ела. Я их кормила». История восьмая. Я назвал ее «Разговор с певицей». Мама утром отвозит на машине четырехлетнего Лешу в садик. В дороге они всегда слушают радио. Обычно это детские передачи. Но тут Алеша попросил включить что-нибудь другое. Мама стала нажимать одну кнопку за другой, и вдруг из динамиков зазвучала песня Алены Апиной. «Ой, Леха, Леха, мне без тебя так плохо». Леша поворачивается к маме и недоуменно спрашивает. «Мам, а откуда тетя узнала, как меня зовут? И почему ей без меня плохо?» Друзья, вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе... Вот ведь удивили! А сейчас пришло время истории, главным героем которой стал великий человек. Сегодня я расскажу вам про Чарли Чаплина. История девятая. История из истории. Чарли Чаплин – один из величайших мастеров кино за всю историю кинематографа. Он и актер, и режиссер, и композитор. Не было такой работы, за которую бы он не брался. И вот какая история приключилась с ним в американском городе Нью-Йорке. Чарли Чаплин ехал в нью-йоркском метро, которое называется «Сабвей». Придя домой, он обнаружил в кармане золотые часы и никак не мог понять, как они туда попали. На следующий день пришло письмо без подписи. Дорогой мистер Чаплин, пишет вам профессиональный карманник. Это жулик, который вытаскивает из карманов деньги. Вчера в метро я украл у одного богатого господина золотые часы, но, увидев вас, решил сделать подарок и опустил эти часы в ваш карман. Ведь я ваш поклонник. Подумав, Чарли Чаплин все-таки решил отнести часы в полицию и оставить их там. Прошел год. Полиция так не нашла ни вора, ни владельца. И вернула часы Чаплину. Чарли рассказал эту историю журналистам. Те напечатали ее в газетах. И очень скоро актер получил еще одно письмо. И тоже без подписи. Дорогой мистер Чаплин, год тому назад, когда я ехал в метро, у меня украли золотые часы. Я прочел в газетах, что какой-то карманник подарил их вам. Нет, я не сержусь. Пусть мои часы останутся у вас, мистер Чаплин. А так как я тоже почитатель вашего необыкновенного таланта, то посылаю к часам еще и золотую цепочку. А впереди вас ждут еще три истории от наших слушателей. Красота – это непросто, что это у тебя жужжит и не хочу быть бусинкой. История десятая. Я назвал ее «Красота – это непросто». А прислали ее девочка Леночка и ее мама Ксения из Новгорода. Девочке Леночке пять лет, но она уже считает себя взрослой, поэтому во всем хочет быть похожей на свою маму. Мама красит ногти, и Леночка тут как тут водит кисточкой по своим ноготкам. Мама подводит губы перед зеркалом, и Леночка крутится рядом с помадой. Как-то мама по телефону записывалась на эпиляцию. Мимо проходила Леночка и услышала новое красивое слово. Она тут же спросила «Мам, а что такое э-э-э-эпиляфция?» Мама поправила Леночку. Э-э-э-эпиляция – это когда с тела удаляют лишние волосики при помощи липкой ленты. Леночка, представив это, зажмурилась от страха, а потом тихо спросила «Ой, это ж, наверное, очень больно!» Мама улыбнулась и ответила «Это смотря в какой области делать, дочка!» Леночка удивленно посмотрела на маму и говорит «Как в какой?» «Мы в Московской области живем!» «История одиннадцатая!» Она называется «Забывчивый аист». Решили как-то мама с сыном Артемкой сходить в зоопарк. Гуляли там целый день, посмотрели почти всех зверей и вот уже у выхода Артемка увидел аиста. Он подбежал к клетке с птицей и начал ей махать руками. Аист и глазом не ведет. А Артемка не унимается, что-то руками показывает, то одним боком повернется, то другим. Мама, подойдя к сыну, спрашивает «Артем, а что ты делаешь?» «Мама, я уже пять минут разговариваю с этим аистом и объясняю ему, кто я такой!» огорченно отвечает Артем. «А он меня почему-то не узнает!» «А почему он должен тебя узнать?» спрашивает мама. «Как почему?» «Ну, бабушка же сказала, что меня аист принес!» «Он должен меня помнить!» За эту историю я говорю спасибо мальчику Артему и его папе Севе из Ростова. И у нас осталась одна финальная история. И прежде чем вы ее услышите, я напомню, как стать героем нашей программы. Присылайте ваши невыдуманные рассказы о том, что приключилось с вами, вашими друзьями или, может быть, домашними животными. Присылайте все это к нам на WhatsApp, Viber или Telegram. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Сообщение обязательно начните со слова «Удивили». Ну или можете зайти на страничку нашей программы на сайте дети.фм и оставить историю там. Выбирайте сами. Ну а теперь... Финальная история нашей программы. Ее прислали девочка Катя и ее бабушка Серафима Пауна из Санкт-Петербурга. История двенадцатая. Не хочу быть бусинкой. Кате пять лет. Она ходит в детский сад. В саду она больше всего любит утренники и суету вокруг них. Сначала распределяют роли. Потом репетиции, костюмы. А в завершение самое приятное. Праздник, зрители, чаепитие. И вот недавно воспитательница объявила «Ребята, к выпускному будем делать праздник». Среди прочих номеров решили поставить танец звездочетов со звездочками. Мальчики, вы будете у нас звездочетами, а вы, девочки, маленькими бусинками-звездочками. Радостно объявила воспитательница. И тут Катя как расплакалась. «Ой, господи, что случилось?» спросила воспитательница. «Не хочу я звездочкой быть! Не хочу бусинкой!» Утирая слезы и всхлипывая, ответила Катя. «А кем же, господи, кем же ты хочешь быть?» «Человеком!» Серьезно ответила Катя. Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! До встречи на детском радио. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова